Сегодня продолжу рассказывать о том, как меняется стратегия во времени у меня по опционам, для тех, кто понимает опционах, и о том, какие риски и какие возможные прибыли получаются. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. На прошлой неделе я рассказывал о том, что экспирация закончилась, и я ничего не заработал, и не особенно продул. Сейчас новая стратегия, и она начинается с четверга по четверг по индексу РТС и по нефти, и я обсуждаю, рассказываю о том, как все это меняется. По стратегии, смотрите, я не ожидал пока, что индексы будут падать. Вот сейчас я покажу, где это начиналось. Вот здесь. Ну вот смотрите, вот индексы росли, и, в общем-то, ничего не предвещало никаких падений. Вот 1 июля я, в общем-то, говорил, что, ну, скорее всего, если упадет, то ненадолго, в общем-то, поднимется. Да, вот он сюда упал, и я говорил, что, скорее всего, будет подниматься. Уже экспирация прошла по предыдущим, в момент экспирации я уже начал строить следующую стратегию. Я продал опционы PUT, куплен один фьючерс у меня, и, собственно говоря, вот все. Вот она стратегия. То есть, если индекс РТС, ой, это по нефти, если нефть растет, то, значит, у меня прибыль получается. Вот такую стратегию я построил по нефти. Что по РТС, сейчас посмотрим. Так, да, я все это, дневник трейдера, писал в Телеграм-чате, и поэтому скриншоты будут оттуда. Вот. Ну, здесь я построил следующее по индексу РТС. Смотрите. Ну, я закупил на 162 500, закупил опционы и PUT, и COLL. PUT и COLL, видите, да? Вот они закуплены. То есть, вот такая воронка. Если цена останется в районе 162 500, или вот будет, то у меня будет максимальный убыток. Если цена вырастет, или если цена упадет, то у меня будет и в том и другом случае плюс. Вот. Ну, соответственно, эта фигура будет меняться во времени как-то, и сейчас мы посмотрим, как она будет меняться. Но вначале вот идет рост, и поэтому у меня все настроено здесь на рост. Мы видим, что дельта в данном случае 1,30 или там 0,57, то есть все настроено на рост. Вот таким образом у меня это было настроено в четверг. Вот. Ну, вот это по нефти. И дальше я немножечко меняю. РТС немножечко растет. Купил COLL, продал PUT. Вот немножечко изменилось. Купил COLL, то есть РТС пошел расти. Я покупаю COLL, продаю PUT. То есть я верю в рост РТСа. Он растет. Но при этом, смотрите, если он будет расти не сильно, то я опускаюсь под это распаду вниз вот сюда, и это плохо. То есть это распад работает против меня, то есть я теряю со временем, если цена не меняется. Вот чем плоха эта стратегия, собственно говоря. И смотрите, у меня 42 535 рублей в начале, вариационная маржа 1717, прибыль дня 1643. То есть, ну, какая-то прибыль уже есть, что-то начало зарабатываться. Но опять же, время работает против меня, если цена сильно не меняется. Что происходит дальше? Ну, тут ребята делятся своими. Вот, и мы делимся новостями. И вот переговоры по ОПЕК закончились скандалом, министры поссорились и так далее. Что я делаю? Ну, а я делаю следующее. А я купил PUT. Вот, я купил PUT. Значит, смотрю, он пошел вниз, купил PUT. И вот так вот, как на качельках, я качаюсь и пытаюсь закрепиться вот на этих вот, ну, каких-то на более высоких местах. Но при этом, посмотрите, у меня уже дельта в данный момент 487. То есть, все равно настроена на рост. И я прикупил PUT. Я прикупил PUT. Прибыль у меня уже 2517. Все хорошо. Деньги 42 тысячи. Ну, как бы, вот, вроде бы ничего. Прибыль растет. В принципе, все хорошо. Ничего не предвещает никакой беды. Вот. Что дальше происходит? Дальше вот фигура меняется потихонечку. Что я тут пишу, ребятам? Была дельта 487, стала 344. То есть, как только идет вниз, я, значит, продаю соответствующий колт. Ну, и так далее. То есть, я регулирую дельту. Уменьшаю ее или увеличиваю. И, ну, делаю это достаточно регулярно. Вот уже дельта 460 снова. То есть, я покупаю, продаю какие-то позиции. Вы видите, как она меняется. У меня стратегия моя. Вот. Что дальше происходит? А дальше происходит следующее. Яма стала глубже. Видите, я пишу. И идет тета-распад. Смотрите. Денег уже 49 тысяч. Вариационная маржа минус 322. То есть, ну, деньги зафиксировались по вариационной марже. И пошел следующий день. Ну, а яма стала глубже, потому что я покупал и продавал. Ну, в основном покупал опционы то здесь, то здесь. Для того, чтобы, ну, фиксировать как-то вот это вот дело. Что происходит дальше? Смотрим. Появились опционы PUT в деньгах. В противовес опционам COL в деньгах. То есть, я уже начал покупать какие-то опционы. Так. Смотрите, вот что сейчас. Вот он график, да. Видите, она дошла до верха. И я говорю, все. Мне кажется, что сейчас пойдет вниз. Вот она. Видите, мне кажется, что сейчас пойдет вниз. Видите, поэтому вот это вот опа уже кривулино меняется. Уже минус 1.53 дельта. То есть, я настроен на падение. Потому что вот она выросла, упала, выросла, упала. И, значит, ну, все идет к тому, что оно будет падать. Давайте будем смотреть дальше графики. Это очень интересно. Смотрите. Здесь мы все обсуждаем в чате. И вот оно. 5 июля, понедельник. Открытие биржи. Да, 5 июля, говорят, что день независимости в США. Там в понедельник торги слабые. И у нас идет индекс РТС таки вверх. Не идет вниз. Что я делаю? Я меняю стратегию, соответственно. И у меня уже немножечко теряются деньги. Потому что, ну, у меня было настроено на падение. А сейчас она пошла расти вверх. Я начинаю. У меня по-прежнему минус 1.62 дельта. Но я рассчитываю на падение. И при этом теряю деньги. Потому что идет против того, что... Ну, я говорю, что пойдет вверх не страшно. Когда пойдет вниз, буду продавать опционный колл 165 на центральном страйке. Покупать пут. Ну, пока ничего. Все можно, так сказать, это поменять. Все хорошо. Ну, вот у меня, так сказать, совета просят по стратегии. Ребята в чате. Ну, кстати, чат предназначен для тех, кто закончил курс по опционам. Поэтому, значит, там мы вот общаемся очень активно, обсуждаем свои стратегии и спрашиваем советы. Вот. Ну, почему чат закрытый? Потому что, ну, во-первых, чтобы, ну, все понимали, кто о чем говорит. То есть, нет случайных людей. Ну, и это единомышленники, собственно говоря. Вот. Что у меня по нефти? А по нефти, вот, нефть растет. И я построил следующее. Смотрите, вот она, красная линия. Ну, дельта практически равна нулю. Видите, вот она. Практически ровная, практически горизонтальна. Но при этом, значит, тета распад идет уже в мою сторону. У меня, чем дольше она будет оставаться на этом уровне, тем больше у меня будет денег. Это по нефти. По нефти у меня вообще все шикарно обычно получается. И вот оно. Смотрите. Поздно вечером. Понедельник. В США день независимости. Здесь время, насколько я помню, 23 часа. И я вижу резкое падение индекса S&P 500. Я такой, нифига себе. А время было 22.30. То есть, пол одиннадцатого вечера. Я говорю, так, пишу. Однако. И, значит, начинаю задумываться. Значит, если индекс S&P 500 падает, а на следующий день, вроде на сегодня, запланировано заседание ФРС, то, в общем, ожидания какие-то не самые радужные, судя по всему, на рынке. Хотя рынок вроде закрыт. Но я говорю, ну, может, кто-то еще работает. Но почему он так упал? Очень сильное падение. Согласитесь, да? И я начинаю, значит, немножечко перестраивать. Вот. В сторону настраиваю на падение. Минус 7 дельта уже на падение. То есть, я перестраиваю свою стратегию на падение. Потому что индекс S&P 500 упал. И я думаю, что и нефть должна упасть. Давайте будем смотреть, что происходит дальше. Это уже стало происходить буквально сегодня, насколько я помню. Вот. Вот я публикую стратегию. Ну, почему? Потому что для того, чтобы, так сказать, понять. Да, вот здесь мы обсуждаем. Рынок закрыт. Я смотрю дальше. А он продолжает падать. S&P 500, понимаете? Я говорю, слушайте, упадет РТС, упадет. И я тут доводы. Смотрите. Williams Percent Range указывает на падение. Вот она вот в Trading View. Там, так сказать, есть возможность стратегию встраивать. Вот она встроенная стратегия. Основанная на лентах Бойлинджера. Купили. Закрыли покупку. То есть, не ждут роста. Это по S&P 500. Ну, вообще. То есть, я думаю, все, должно падать. Должно падать. И вот я рисую свой прогноз. Вот я говорю, что на открытие биржи. То есть, завтра в 7 утра будет жарко. Скорее всего, она упадет вот примерно вот сюда. То есть, я пишу, что она упадет на 100. Ну, вот такая коррекция. В общем-то, 164 300. Но, вообще, интересно. У меня настроено все на падение. Думаю, там буду фиксировать, ну, как-то прибыль. То есть, дельту обнулять. Вот. И вот мы дальше. ОПЕК не договорился. Что было утром? А утром, вот оно вот это падение. Накануне вечером. И утром я просыпаюсь. Вот еще, видите, 6.47. Биржа еще не открылась. Биржа открывается в 7. И вот, что произошло после 6.47. Он, после того, как индекс S&P 500 грохнулся, он поднялся. Упал, попытался дальше вырваться вверх. Снова упал. И, в общем-то, пошел вниз. И на том уровне, где он упал, в общем-то, и должен открываться через, вы видите, через 15 минут. Что же будет? У меня, как мы помним, все на падение настроено. И... Опа. Вот оно вот. Ну, в принципе, если сильно упадет, то я в плюсе. Если сильно вырастет, я тоже в плюсе. Но если вырастет не сильно, то у меня идет на понижение. И смотрите, у меня денег-то уже поменьше стало. 46.520 и минус 1000 вариационная маржа. То есть, я теряю денежки на тета-распаде, на всяких вот этих дерганиях. Но я надеюсь, что сейчас он рванет вниз, и все будет хорошо. И что же у нас происходит на открытии биржи? Вот оно, 8.13. А он не упал. Индекс РТС не упал, а вырос. Он начал расти. Посмотрите. Он начал расти, вопреки моим ожиданиям. И у меня минус 9000. Здесь 46.500 и минус 9000 вариационная маржа. Я ничего не скрываю, как вы видите, да? Вот, такие будни трейдера, вот такие, 9000 потери. Не угадал. То есть, я, вот все показывает на падение, а он растет под люка. Вот. Не падает зараза, деньги тают. Но есть совсем небольшой запас по ГО. Что я делаю? А, я смотрю. Если смотреть только кол, только опционный кол, вот видите, я удаляю путы, смотрю только по кол, красная линия по колам у меня 0.94. То есть, опционный кол приносит мне прибыль. Но опционный пут, соответственно, приносит убыток, и убыток от опционов пут превышает прибыль от опционов кол. Но самое печальное, что ГО уже 90, ГО, минус 9344 денег, свободных 3435. Еще кое-что есть свободное, но, в общем-то, свободные деньги тоже тают. Вот. Очень быстро уменьшается все. И все-таки я смотрю, вот он вырос, S&P 500, и пошел вниз. Я смотрю, нет, все же, все-таки вниз, все-таки вниз. Надо терпеть, надо ждать и терпеть. Надо ждать и терпеть. Надо ждать и терпеть. И нефть тоже, в общем-то, на 5-минутке тоже вроде как немножечко вниз смотрит. Вот она, нефть. А она под люка вверх пошла. Вверх рванула. Ну, по нефти у меня запас ПГО огромный, поэтому я взял и поставил. Вот здесь вот, ну, как бы, я взял и поставил. Если она будет падать, то, значит, пусть она падает. Я открыл, ну, по стопу фьючерсы. Фьючерсы, а, вернее, я нападение поставил, думаю, фьючерсами догоню. А они упали, а потом выросли. И вот здесь я их закрываю. Фиксирую убыток. Видите, вот стрелочка вниз, вот так идет убыток. И убыток этот минус 1300. Это по нефти. Тоже не угадал движение и все. Потом смотрю, а она тут же, как только я выкупил, зря перевернул. Снова продаю. Чтобы наверстать упущенное. Снова продаю. Вот у меня стратегия. Все, зря перевернул. Вот у опционных стратегий, когда мы пытаемся сделать дельта хедж, это основная проблема. Пила, так называемая. То есть, когда мы находимся на критической точке, мы начинаем регулировать все фьючерсами. И фьючерсы купил, продал, купил, продал. И, как правило, это с убытками. Пусть небольшими, но убытками. Вот так. И вот вы видите конкретно. Вот они убытки. То есть, я здесь зафиксировал, и здесь я продал. Зафиксировал убыток, выкупив фьючерсы по более высокой цене. А они тут же пошли вниз, снова продал. То есть, еще усугубил ситуацию. Что происходит дальше? Только я его продал, он тут же пошел вверх. Я снова купил. Еще усугубил. Но тут уже после того, как я купил, я поставил, не стал дергаться. Я поставил take profit и stop limit. И вот вы видите. Вот он вот take profit. Он в плюсе, в хорошем. Но он идет на расчете. Активный расчет. То есть, он у меня идет, и потихонечку, как трейлинг-стоп, поднимается. Ну, это отработанная технология, я об этом рассказывал. Вот, что происходит дальше? Ну, а дальше происходит следующее. А дальше вот, ну, вот он, индекс S&P, вернее, это самый российский индекс RTS. Он вырос. Здорово. Ну, посмотрите. Вот сейчас я четырехчасовой график включу, и мы увидим. Посмотрите. Посмотрите на него. Вот, посмотрите. Вот он, как бы, вот упирается. Вот он. Раз. Два. Три. Это уровень сопротивления. Вернее, уровень, что? Да, сопротивление. Понимаете? Вот он пытается его пробить, но не может пробить, потому что, ну, потому что конъюнктура не очень хорошая, и нефть уже переоценена, и прочее. То есть, все ждут небольшой корректировки, и я тоже вот. То есть, я считаю, что он не пробьет уровень 160. 7500, я жду падения. Я жду падения индекса RTS по-прежнему. И давайте посмотрим на текущую ситуацию. Ну, на текущей ситуации, это так, пятиминутный график. Ну, мы видим, что он падает сейчас на пятиминутном графике. Что на четырехчасовом? Вот, он дошел до 166 и пошел вниз. И пошел таки вниз, до 163 уже подходит. Что происходит здесь у меня? Что происходит здесь у меня? А здесь у меня происходит, ну, тоже не очень все хорошо на самом деле. Не очень все хорошо, потому что пока он шел вверх, я ждал. То есть, в чем заключается проблема у трейдера? Ждать. То есть, ты веришь, что индекс упадет и ждешь этого падения. Ждешь, ждешь, а он не падает. Пока мы ждем, а он не падает, мы теряем деньги. Я потерял деньги. Видите, было 45 тысяч, стало уже 32 тысячи. Я 14 тысяч потерял. Вот, и наращивал вот это вот, ну, уже и не наращивал. В общем-то, ждал падения, а у меня ГО тает. У меня, посмотрите, свободно минус 10 тысяч уже. То есть, свободных денег нет. Процент использования ГО, правда, 87. Я, так сказать, ухитрился что-то сделать хотя бы. Вот, и в результате моих изменений у меня стратегия вот такая вот, видим, красная линия. Вот она текущая. И она сейчас немножечко отрицательная, немножечко отрицательная. Тем не менее, под это распаду у меня все еще минус. И сейчас заявок у меня, ну, практически нет никаких активных на продажу, потому что они все сработали. И сейчас я их буду немножечко еще увеличивать. Ну, смотрите, какая у меня позиция. Вот здесь вот это 167 500. Это где-то там сверху. Здесь у меня на 167 500 куплены 3 ПУТа, то есть, которые растут практически со скоростью фьючерса. При этом у меня куплены 3 опциона КОЛ, 3 опциона КОЛ, которые уравновешивают эти 3 опциона ПУТ по 160 тысяч. То есть, где-то там далеко внизу, вот здесь вот, куплены 3 опциона КОЛ. То есть, у меня 167 500 ПУТы растут в цене, точно так же, как гармошка падают в цене опционы КОЛ. То есть, вот эта позиция и вот это они взаимно друг друга уничтожают. Можно вот так вот обнулить их, и видно, что, в общем-то, рисунок практически не изменился. То есть, это, ну как бы, мы из игры вывели 3 опциона здесь, 3 опциона здесь. Почему? Почему это произошло? Потому что у меня ГО перегружено, и мне просто приходилось покупать опционы в деньгах. А чтобы выровнять дельту, лучше покупать опционы глубоко в деньгах. Вместо фьючерсов я покупаю опционы глубоко в деньгах. И поэтому у меня появляются опционы глубоко в деньгах. Вот они. Вот, 3 штуки. То есть, для того, чтобы вот это вот свободные деньги немножечко увеличить, они увеличивались, они позволяли мне хоть что-то менять в этой стратегии. Ну, вот сейчас, смотрите, вот она падает, очень даже хорошо. Хорошо, и здесь 162 500 уже, ух ты, как хорошо-то, значит, я могу еще продать вот эти опционы пут, я думаю. Я надеюсь, по крайней мере. Сейчас попробуем продать их. Сейчас пробуем продать. Он даже не дает. Не успевает. Посмотрите, как хорошо движется вниз. Продажа. 1. Пробую. Не хватает. Не хватает средств. Я не могу продать опционы пут. Хотя у меня, смотрите, вот если не считать вот эти 13, у меня куплено опционов пут 11, а продано 16. Ну, в общем-то, он поэтому и не дает. Дельта у меня слабо отрицательная. Что я могу еще сделать, попробовать? Выкупить опционы колл, вот эти. Зафиксировать по ним прибыль. Но вряд ли тоже даст. Сейчас посмотрим, даст или не даст. Да, дает. 320 рублей. Они у меня проданы. О, все, сработало. Так, у меня все улучшилось. Так, смотрите, 1490 я продал, а выкупил 320. Сейчас по 300 ставлю на покупку. Смотрите, у меня свободных денег увеличивается количество. Это хорошо. Дельта приближается к нулю, конечно. Ну, ничего страшного. У меня под это распаду уже получается я в плюсе. Это здорово. Так, 320 делаю. Так, 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 сейчас смотрим. 330. Так, он растет сейчас, 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 сейчас. Это хорошая цена. Я по полторы тысячи, заметьте, так сказать, продал их. Сейчас выкупаю по 300. Нормально. Вот. Нормально. Нормально. Мне главное вот это вот, свободные деньги увеличить. Так, давайте по 340 попробую поставить еще одну заявочку. 340. Так, даст или не даст? Нормально. Так, хорошо. 350. Окей. Так, давайте поставим график не 4-часовой, а 5-минутный. Так, посмотрим. О, он еще падает. Ну, упадет, никуда не денется. Так. Значит, смотрим, смотрим, смотрим. Так, 330. Давайте поставим заявочку. Никуда он не денется. Он, я их выкуплю по 330-320. Да, есть. Хорошо. Так, 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 так. 7,03. Так, 7,083. Хорошо, хорошо, хорошо. 17.38 сейчас время. Вот. Давайте посмотрим, что у нас показывают индикаторы. Ну, на 5-минутке, в общем-то, смотреть бесполезно их. Давайте на полчасовом. На полчасовом смотрим. Ага, вот. Мы видим, что, судя по всему, это уровень поддержки. Уровень поддержки. Некий уровень поддержки мы добились, поэтому здесь небольшая вот такая заминочка происходит. Куда он пойдет дальше, я не знаю, но вот один уже продался. Так, минус 4 тысячи. Хорошо. Давайте 320 поставим. Так. Мы увеличиваем свободные деньги сейчас. Все, нехватка средств. Все. Перебор у меня. Так. Путы. Мне бы продать еще путы. А какие? Так. Здесь минус 16, здесь 11. Покупать бесполезно. Продавать глупо. Так. Будем выкупать опционы кол по пониженной цене. Так. Здесь уже ничего не сделать. Так. 30 минут. Пятиминутный график. Что у нас тут? Пойдет вниз или нет? Я думаю, что еще пойдет. Ничего страшного. Будем ждать. Так. Опционы пут. Тут 31 тысяча принесли. Представляете, да? 11 опционов пут по 165 тысяч. Вот их бы продать, наверное, можно. Но вряд ли это даст. Сейчас система мне. Нет, конечно, не дает. Потому что у меня опционов пут куплено 11, а продано 16. Вот так. Эти два друг друга взаимно уничтожают. Поэтому 11, а продано 16. Поэтому опционы пут скорее надо продавать. Вернее, покупать, чем продавать. Может быть мне купить вот эти опционы пут по 1050. Давайте попробуем, пока он падает. 1040. Так, посмотрим, даст или нет. Не, не дает. Ну, в общем, пока вот такая ситуация. Посмотрите. Вариационная маржа 14 тысяч. То есть я возвращаю себе 14 тысяч. 32 плюс 14 747. Это будет 47. 48 тысяч. Я уже в плюсе. Я уже в плюсе. Было 45 тысяч, стало 47 тысяч. Видите, да? 46 и 747 тысяч. Вот такие вот американские горки. Так вот, такая нервная штука. И, ну, продолжает индекс РТС падать. Вы видите, что сейчас зафиксируется. Чем это закончится, я расскажу. Я надеюсь, что все-таки я какую-то прибыль получу. Давайте посмотрим еще раз на стратегию. Сейчас дельта практически равна нулю. Практически равна нулю. И под это распаду у меня 18 тысяч светит. Если никуда не денется. И если он закроется на уровне 162 500. Вот, то есть, с того, с чего начался. То есть, еще добавится в районе 19 тысяч. К тому, что есть. Ну, сейчас уже 15 тысяч. То есть, вот 15 плюс 19 – хороший доход. Вот таким образом, такими нервами зарабатываются деньги на трейдинги. Ну, а тем, кто не хочет заниматься трейдингом, тем, кому страшно. Здесь, конечно, пули свистят. Значит, это огромные риски. Как вы видите, у меня то там минус 14 тысяч, то плюс 14 тысяч. В общем, тем, кому интересует вот такой стиль, пожалуйста. Курс, биржа для чайников и опционы. Это вот, для того, чтобы было понятно то, о чем я говорю. И вы будете также включены вот в этот чат по опционам, где будем обсуждать и помогать друг другу. Вот. Ну, а если вас это не интересует, то я продолжу рассказывать про консервативные инвестиции, про управляющую компанию, про ПИФы в следующем видео буквальном. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.